Очень долго, и в этом решении по-настоящему виден ваш страх. Ведь, по большому счету, почему все это происходит? Вы не готовы к критике, вы не готовы к дискуссии, у вас нет аргументов. Вы показали всю свою полную несостоятельность. И для того, чтобы заткнуть меня, вы идете на то, чтобы возбудить уголовное дело, вы вдумаетесь, и лишить меня мандата просто, чтобы уйти, сбежать от дискуссии. Между тем, уважаемыми, наверное, кем-то коллеги, я не могу не признать, это решение смелое, вы к этому решению шли очень долго. И я, как никто другой, знал, сколько попыток было совершено. За что вы меня пытались судить, вы пытались уголовные дела? За экстремизм, за законные призывы к свержению власти, за клевету, за оскорбление флага. Не только председатели Думы или главы комитетов, члены Совета Федерации вот тут выступали, говорили о том, что я уголовник, что нужно со мной заканчивать. Но почему все это разбивалось? Не было доказательств, да ну понятно, в России сажают по беспределу, не нужны доказательства. Вы боялись, для вас социальная напряженность была сдерживающим фактором. Почему сейчас пошли? Почему сейчас хотите довести это дело? Не боитесь социальной напряженности? Нет, вопрос не в этом. Вы собака, которую загнали в угол, которой остается только одно, укусить, несмотря на все последствия. Вот что вами сейчас движет. Вы думаете, вы меня хотите осудить как коррупционера? Меня, как коррупционера, за доходы на Ютубе, вы понимаете, уровень этого абсурда. Нельзя придумать ничего более безумного. Ни за взятку, ни за превышение полномочий, за доходы с Ютуба. Я, как депутат, буду лишен мандата, сяду в тюрьму, и не смогу выступать Вячеславовичу Володину, абонентом на выборах. Я вас предупреждал на закрытой комиссии. Вы посмотрите, как общество посмотрит на это, как ваши руководители на это посмотрят. Я в воскресенье объявляю, что иду оппонентом Володину. В понедельник меня сажают за решетку и везут на суд. Во вторник комиссия по признанию меня коррупционерным. Что дальше-то будет? Что будет? Вы что мне дальше-то приготовили? Вы знаете, вот эта ситуация, она проблему не решит. Проблема не в Бондаренко, не в Анидалове, не в наших товарищах. Вы проблема. Вы провоцируете людей с вами бороться, и эта борьба будет нарастаться. И нарастать и продолжаться. Вы знаете, если вы сейчас думаете, что я сейчас вот после вот всех вот этих нападок на меня, которые я воспринимаю в этот раз действительно очень серьезно, буду перед вами скакать, перед вами склонюсь, то вы либо не понимаете суть моей натуры, в которой за три года, я думаю, могли ознакомиться, либо сами неадекватны. Презираю, ненавижу, зубы скрипят от злости, когда у меня оценка вашей деятельности. Негодяи в потомке, ровно так же, как в первый день, когда я зашел в этот зал. Вот ровно так же я сейчас вам высказываю это смело в глазах. И ничего, с вашей стороны, никакие попытки запугать у вас не выйдут и не получат. Вы знаете, да, наверное, справедливость не восторжествует сегодня. Я подожду. Но каждый из вас будет перед народом отвечать за свои преступления, за свои дела. А я это проконтролирую. Продолжение следует...